Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это влог новостей по The Isle of Rima. Но перед началом данного выпуска, как обычно, хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Также призываю максимально каждого подписываться на наш канал. Итак, начнем с того, что сегодня состоялся долгожданный релиз обновления 6 кровь. В данном выпуске мы не будем углубляться во все изменения данного апдейта, так как это займет много времени. Я отдельно позже для вас сделаю гайд. Сегодня я чуточку расскажу о некоторых изменениях и что, собственно, нам принес апдейт, будущее его развития и отвечу на кучу вопросов. Начнем. Мы получили кровь. Апдейт, который позволяет нам взаимодействовать с органами трупов. Каждый орган дает вам определенный нутриент, независимо вида. Тела гниют, со временем разлагаются. Гнилые туши выглядят по-другому. У них много жужжащих мух и свой значок запаха на компасе. В конце концов, трупы распадаются на кости, которые могут быть съедены некоторыми видами. Пока что это дейнозух. В будущем кости будут есть только падальщики, такие как ругопс, цератозавр. Но плоть трупов по-прежнему дает нам предпочтительное питательное вещество, которое было назначено этому виду. У нас есть новая переработанная диета, и мы можем решить, на какую добычу охотиться, в зависимости, какие бонусы мы хотим. Допустим, у нас есть все три разных типа питательных веществ, мы получаем хороший прирост скорости роста. И таким образом, мы можем смешать нутриенты двумя нутриентами белка, либо углевода. И тогда у нас будет иной баф, который нам даст лучшее ночное зрение, восстановление хп, выносливости и так далее. Это сделано все изначально для вашего стиля игры. Далее. Теперь есть возможность менять цвет глаз в скинах. Появились люди, правда еще не с особыми плюшками, оружия, КПК. Как сказал PunchPacket, что на официальных серверах люди пока будут отключены, так как они не столь многофункциональны и не придадут реализма игре. Но, как и говорил ранее, люди теперь включаются на неофициальных серверах по желанию владельцев. Если кому-то будет интересно, в комментарии я закрепил три сервера с хорошим онлайном и там, где люди включены. Все остальные плюшки для людей должны будут войти с другим релизом апдейта, такие как КПК, оружие и сразу обозначу, что баланс урона от огнестрела будет переработан и подобран для каждого вида динозавра. Для тех, кто думает, что с помощью одного дробовика можно будет завалить стегозавра, тирекса или динозуха, появилась возможность разрывания живота трупа, чтобы добраться до органов. Также есть шрамы, которые постепенно зрубцовываются и становятся, правда, еле видны. Оптимизация. Наверное, самое больное место. Разговаривая с игроками во время стресс-тестов и начиная общаться уже во время релиза, как я понял, что это пока ничего особо не исправило. Кто-то говорит, что фпс поднялось на 10-15%, кто говорил, что оно упало на карте аж до 5 фпс в игре, у кого-то все хорошо. По поводу органов в игре, на данный момент их есть 4. Как и заявлено было, сердце, легкие, кишечник, желудок. В дальнейшем, с разработкой игры, органы будут добавляться, такие, к примеру, как легкие. А мы ведь знаем, что их по два на тело, живой организм динозавра. В обновлении появился Омнираптор. Собственно, изменилось только название Ютораптору. Как я и говорил ранее в наших выпусках новостей, это разработчики сделали специально, чтобы выглядело все с более точной научной точки зрения. Добавлю, что название Ютораптор никуда не денется. У нас будет новый динозавр, которому будет удостоено и прикреплено это название. На вопрос о новых динозаврах, я изначально говорил, что в шестом обновлении мы не увидим Традона и Бейпиозавра. Попрошу вас всех максимально смотреть новости до конца, чтобы потом по сто раз на стримах не переспрашивать одно и то же. Кстати, особая благодарность моддерам и тестерам во время двух стримов, которые были очень-очень нагружены, это Елена и Саша Вальдемар. Также наши стресс-тестеры Вайс Рэйвен и Сильвестр Лебовски. Вкратце скажу по Корнотавру. Корнотавр стал более маневренным при атаке Тараном, но урезана поворотливость при беге. Что еще хочется сказать, на мой взгляд, и оценку. Это обновление я бы назвал небольшим DLC, но, на мой взгляд, приятным в качестве разнообразия геймплея. Окунемся в будущее. 6.5, которая выйдет в релиз следом за шестым обновлением. Много разбирать не буду, на кучу вопросов, догадок, фактов. Мы максимально постарались ответить под последним стримом. Кстати, ссылки все в описании. Итак, погодные условия. Мы знаем, что это обновление 7, шторма. Но открою небольшой секрет, что часть из них может войти с релизом 6.5 обновления. Такие как гроза, туман, пасмурная погода. Не ждите наводнений и засух пока что. В принципе, нам ведь на стримах это уже показывал Донди. Новость о том, что с выходом 6.5 появятся новые другие виды динозавров. Точной инфы пока у меня нет. И, скорее всего, это затравка от разрабов. По поводу того, почему так долго не выходят новые динозавры. Мне ответили и сказали, что, в принципе, те динозавры, которые у них уже есть, даже перенесенные с Legacy, они могут их включить в игру сейчас. Но они полностью будут нефункциональны с миром Эврима, с ее механиками, диетами и прочим. Так как обработка, заточка динозавра под, так скажем, экосистему, занимает кучу времени. Хочется сказать также, что та самая система миграции была занесена вместе с шестым обновлением. Мы о ней неоднократно говорили в наших прошлых выпусках новостей. Ладно, чуточку затрону новые диеты. Для понимания, ваши динозавры теперь могут страдать от болезней, таких как обезвоживание. Если вы начнете есть гниль, вы будете страдать недоеданием и бесплодием, без хороших и нужных вам нутриентов. Обновление, как по мне, больше подходит игре за хищников. Ну что же, на этом у меня все. Если тебе понравился данный выпуск новостей, обязательно поставь пальчик вверх. Вступай в нашу группу ВКонтакте, в наш Дискорд, все ссылочки в описании. И обязательно подписывайся. Всем до новых встреч. Хорошего выживания в мире The Isle of Rima.